Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, присоединяется к нашему эфиру. Михаил Михайлович, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Давайте протокольно, что называется. Вы, конечно, уже много где прокомментировали доклады МНСТИ Интернешнл, но если можно, для наших зрителей, какая официальная реакция со стороны украинских властей на выводы исследователей этой международной группы? Реакция крайне негативная. Официально и Министерство иностранных дел, и другие органы, и Министерство юстиции, и, соответственно, Офис Президента, мы все крайне негативно восприняли это. Мы понимаем, что вряд ли МНСТИ принимало участие непосредственно в проведении определенных исследовательских работ. У нас такое впечатление, исходя из выводов этой работы, что они пользовались пабликами российской пропаганды. То есть вот этот классический пропагандистский миф о том, что украинцы ставят пушки в детских садиках, в школах и так далее, он был как ключевым в этом докладе. И мы считаем, что, в принципе, необходимо ставить вопрос о надлежащей профессиональной подготовке вот этих международных институтов, потому что они дополнительно вносят в общественное мнение, в глобальное общественное мнение абсолютно вредоносные нарративы. То есть, по сути, вот этот доклад о МНСТИ каким-то образом частично оправдывает сам факт варварского вторжения России на территорию суверенного государства. Во-вторых, он пытается оправдать не просто вторжение, а пытается запретить суверенной стране защищать свою территорию. Это выглядит крайне неестественно. И мне кажется, что самое время на основании этой войны сделать выводы о том, что все вот эти гуманитарные организации должны пройти через период определенной реабилитации и вернуться к тому функционалу, который изначально в них закладывался. Тяжелый вопрос, на самом деле. Мне кажется, что по мере затягивания войны многие страны будут пытаться найти для себя какие-то ниши, которые позволят им минимизировать общие глобальные убытки. Это надо понимать. Это не вопрос обхода санкций или участия в каких-то там других неправомерных действиях. Я имею в виду, вот вы сейчас сказали, что господин Путин пытается найти возможность обойти санкции. Я думаю, что господин Путин будет обходить эти санкции через страны с крайне негативной репутацией. Те страны, которые не имеют отношения к Европе, к Европейскому Союзу или к блоку НАТО. Потому что это достаточно тяжело репутационно для Турции. Мне кажется, что эта встреча вызвана совсем другими причинами. По-моему, господин Эрдоган просто готовится действительно повысить, существенно повысить свой собственный репутационный капитал, исходя из того, что, например, организация посреднической миссии его в рамках зерновой и зеркальной сделки была достаточно эффективна. И он, наверное, попытается все-таки в большем объеме перетянуть на себя роль такого посредника вообще в переговорном процессе, если он будет возобновлен в вопросах войны и мира. Почему? Потому что Эрдоган доказал, что акватория Черного моря – это, в принципе, зона для него крайне важна. Он доказал, что он состоятельен с точки зрения монотонного продавливания тех или иных посреднических функций. Он, в принципе, идет на президентские выборы, вы знаете, да? Он идет на президентские выборы в Турецкой Республике на достаточно тяжелом экономическом фоне. Для него сотрудничество, кстати, экономическое с Россией чрезвычайно важно. Это и транзит газа, и потребление газа, и атомная электростанция, которую они строят совместно, и перевалки все, которые в Черноморской акватории, в принципе, сейчас идут через Турцию и так далее. Это позволит ему как-то сдемпфировать вот эти экономические сложности, которые нарастают в Турции, и выйти на, скажем так, на президентские выборы, да? Выйти на позитивных позиций. То есть, с одной стороны, он авторитетный человек для региона, с другой стороны, он несколько поднял на фоне общеглобальных падений, экономических падений, поднял экономику Турции, и он, кроме того, репутационно выглядит как человек, который может быть посредником в крайне тяжелых ситуациях. Вот, мне кажется, мотивы Эрдогана. А господин Путин, он, в принципе, сейчас ищет хотя бы какие-то серьезные страны, да, какие-то репутационно выгодные государства, чтобы все-таки не выглядеть как президент, общающийся, ну, вы видели, да, там, общающийся с Эритры, или с кем он там общался, или там в Каспийское содружество с этим гигантским столом, да, чтобы это не выглядело так уродливо, как это в последнее время выглядит. Ну, это, конечно, довольно забавный параллель, как встречаются два лидера, у которого уже все разрушилось, и второй лидер, который на слабой экономике пытается как-то создать вот этот, накачать геополитический образ. Посмотрим, что из этого выйдет. А как вы, например, это, у нас есть еще несколько тем, но если можно, давайте закроем тогда историю с Эрдоганом. Как вам кажется, Раджеп Таип Эрдоган, это надежный приговорщик? Все-таки, судя по всему, зерновая сделка вроде как работает. Продолжит Украина и дальше ли с ним сотрудничать? Для России, безусловно, зерновая сделка была крайне невыгодна с точки зрения тех стратегических целей, которые они ставили. Но, тем не менее, я так понимаю, что господину Путину гораздо было бы выгоднее, если бы вот эти страны африканского и ближневосточного континентов, да, они бы организовали следующий этап шантажного типа воздействия на Евросоюз, то есть миграционный кризис, то есть если бы оттуда пошли волны, которые начали бы давить на общество в Европе, а Европа, испугавшись, она традиционно боится всегда миграционных больших волн, начала бы паниковать и давить на свои правительства, чтобы они принудили Россию, Украину, согласиться на любые ультимативные требования, территориальные требования России. Это, наверное, был идеальный план господина Путина. Но тут вопрос в чем? Что война-то затягивается, эти страны действительно голодают, а эти страны являются либо нейтральными по отношению к российской экспансионистской политике, либо даже пророссийскими в какой-то степени. И господину Путину все-таки не выгодно, чтобы его репутация там просаживалась. Соответственно, он пошел на обеспечение очень узких транспортных коридоров, по которым идет небольшое количество зерна в эти страны. И это нормально, то есть он сможет там вот за счет там внятной пропагандистской истерики, как-то все это доказывает, что смотрите, мы все-таки вас очень любим, и поддержите Россию дальше. Для господина Эрдогана эта сделка была достаточно простая. Ну то есть почему? Потому что он четко понимал, что он репутационно ставит во главу угла свою, вернее, он ставит во главу угла свою репутацию. И, соответственно, для России потерять такого союзника, условного союзника, я бы не сказал, что это, конечно, союзник, а, скажем так, ситуативного партнера в Черноморской акватории крайне невыгодно. Турция – это достаточно мощный субъект, который может проявить там определенного рода и агрессию по отношению к России, если она будет нарушать договоренности или бить, подчеркиваю, бить по репутации Эрдогана. Поэтому тут Эрдоган получил все бонусы, все плюсы, и, соответственно, это для него достаточно просто. Но что касается глобального мирного переговора, то мне кажется, что тут его компетенции будет недостаточно для того, чтобы все-таки... Ведь мы стоим абсолютно на противоположных позициях. Для России неприемлемо ничто иное, кроме как фактическое узаканивание захвата части чужой территории. Это неприемлемая позиция для Украины по определению, потому что даже не сам факт оставить территорию у России, это факт то, что это не примет украинское общество ни в каком виде, исходя из того объема преступлений, о которых вы говорили. Для нас окончанием войны может быть только зафиксированные международно признанные границы Украины на 1991 год. Это нужно понимать. Соответственно, у нас сегодня точек пересечения практически нет. По мере того, как кто-то в военном плане будет терпеть тактические существенные поражения, тогда, конечно же, можно будет говорить о том, что мы выходим на какие-то там дальше переговорные позиции. Но в этих переговорных позициях кто-то должен будет доминировать. Для цивилизованного мира, ну то есть и для нас, и для наших партнеров, безусловно, является ключевым доминирование Украины в переговорном процессе. Я бы сказала, что это неприемлемо не только для Украины, но и для всех более-менее адекватных людей. Михаил Михайлович, вы как раз сейчас очертили тот круг проблем, которые в будущем или прямо сейчас пугают Европу, это и голод, и миграционный кризис и так далее, и так далее. Чем вы тогда, например, объясняете проблемы с 8-миллиардным траншем, который сейчас где-то застрял и не поступает Украине? Сам господин Зеленский называет это или преступлением, или ошибкой. Как бы вы прокомментировали, почему Европа в таком случае тормозит с этой помощью? Мне кажется, что здесь более глубинные причины. Смотрите, Европа не является настолько решительной, как бы нам хотелось, к сожалению. То есть она была разбалансирована, разбалована вот этим периодом мира и периодом потребления, очень объемным периодом потребления, когда она практически не видела войн. И вот потрясение Европы началось именно с вот этими мигрантскими волнами, которые были в последние годы после войны, прежде всего, в Сирии. Соответственно, Европа, она консервативна по своему мировоззрению. Они хотят как бы остаться в стороне от всего. И до сих пор они еще испытывают определенного рода страх перед Российской Федерацией. То есть они считают, что Россия действительно может использовать те или иные технологии и организовать более существенное падение уровня жизни, чем они сейчас прогнозируют. То есть сейчас они прогнозируют из-за роста цен на энергоносители, соответственно, параллельный рост цен на сопутствующие товары, в том числе на продовольствие. И они планируют падение уровня жизни на 1, 2, 3%. Это, конечно, весомо. Ну, для них сопоставимо весомо. Но они боятся, что это падение может быть более значительным. И хотят минимизировать последствия от этого падения. То есть они как бы однозначно, ценностно поддерживают Украину. Говорят, смотрите, неприемлемое поведение Российской Федерации и, безусловно, неприемлемая победа Российской Федерации. Но, с другой стороны, они хотят как бы оказывать помощь, все-таки вот зависая в каких-то там оговорках все время. Это с одной стороны. С другой стороны, есть проблема бюрократии. То есть какие-то бесчисленные согласования. Они так и не могут перейти в режим, скажем так, кризисного управления, когда решения принимаются гораздо быстрее и гораздо объемнее. Ну и, кроме того, безусловно, начинает все-таки сказываться вот этот затяжной факт войны, 162 дня, 163 день войны. Безусловно, российская вот эта сеть, контрагитационная, я бы сказал, которая работает сегодня более тонко. И мы начинали с Amnesty International. Вот эта сеть, куда входят вот эти все международные институты, они начинают так или иначе говорить вот эту легендарную фразу «не все так однозначно», да? Ну, с точки зрения, что давайте все-таки посмотрим на эту войну со всех ракурсов. Вот это все начинает несколько давить на сообщество европейское. Ну и есть, конечно, фактор, еще раз подчеркиваю, тонкой информационной работы, когда начинаются вот эти сообщения появляться в газетах о том, что там торговля оружием идет куда-то в третьи страны с территории Украины, что идет какое-то непонятное расходование средств. Безусловно, на самом деле всего этого нет, потому что у нас везде консультанты стоят, в том числе и наших партнеров, да? То есть везде совместные какие-то мониторинговые миссии есть. Тем не менее, это определенным образом расколаживает тех людей, которые имеют отношение к европейскому политическому процессу. Они ведь не все здесь находятся в Украине и не все получают деньги, а многие из них ленивы и не хотят анализировать реальную ситуацию. И, соответственно, вот это все начинается такой, знаете, целый вал причин, которые тормозят эту помощь. Но я соглашусь, безусловно, с президентом Владимиром Зеленским, который точно говорит, что это либо умысел, ну, соответственно, умысел на совершение преступления, потому что от времени затягивания поступления сюда той или иной помощи количество жертв здесь будет только возрастать. Либо это действительно ошибка, которая, ну, непроизвольная ошибка из-за недооценки того, что у России ресурсов еще для ведения агрессивной варварской войны, то есть, грубо говоря, обстреливать кроватыми ракетами наши мирные города достаточно. Но все-таки получается, что скорее преступление, нежели ошибка. Ну, мы с вами все-таки не можем брать на себя право юридических оценок. То есть почему? Потому что для того, чтобы обвинить кого-то в совершении преступления, конечно, желательно было бы получить сначала данные следствия, объективные данные следствия, установить мотивы этого, ну, намерение для того, чтобы совершить преступление. Нет, я все-таки, я вообще склонен к тому, что 90% проблем людей происходят из их глупости, не из их умысла на совершение того или иного негативного действия. Это не касается современной российской политической элиты. Там как раз все происходит из-за умысла на совершение преступления. Так вот, основная масса человечества свои проблемы черпает из глупости, а не из умысла на совершение преступления. Михаил, хотел еще тогда один вопрос задать, который связан с сегодняшними новостями. Украина предложила распространить соглашение по зерну на другие товары, например, на металлы. На ваш взгляд, насколько это все-таки реально? И какой реакции ждете от Кремля на такое предложение? Ну, если посредником будет выступать господин Эрдоган, и Эрдоган увидит в этом коммерческий интерес, то, безусловно, наверное, и господин Путин согласится на то, что можно транзитировать, вернее, перевозить транспортным способом другие виды продуктов. Для Украины все это очень важно, потому что нам необходимо понимать, что война требует определенных финансовых вложений. Безусловно, вы же понимаете прекрасно, что нельзя воевать, если у тебя нет денег. Это ежедневные выплаты и социальные выплаты, социальные трансферты. У нас же 12 миллионов внутренних переселенцев, нужно людям давать деньги для того, чтобы они как-то содержали сами себя и свои семьи. С другой стороны, это выплаты военным, это закупка определенных видов амуниции, амундирований, оборудования, военного оборудования, снарядов и так далее и тому подобное. Это большие затраты. И, конечно, нам необходимо было бы продавать на внешние рынки, потому что с сухопутными коридорами тяжело вывести весь этот объем. Почему, собственно, Россия в рамках своего плана и в рамках своей стратегии исключительным условием считала захват Одессы, ну, соответственно, всего Черноморского побережья, для того, чтобы практически обескровить Украину. То есть получилось бы, что 70% продукции, которую мы реализовывали через морские порты, она бы у нас была заблокирована на сухопутных коридорах. И мы практически, мало того, что нам наносят удары по промышленным центрам, это центр Украины, это Днепропетровская, Запорожская, Парковская область, по сельскохозяйственному региону, это Николаевская, Запорожская, опять же, Крисонская область и так далее, так нам бы еще и заблокировали основные транспортные коридоры, в данном случае водные транспортные коридоры, и таким образом, по сути, обескровили бы Украину. У нас бы физически денег не было бы. И как бы мы там не рассчитывали на партнеров, они, конечно, месяц, два, три, полгода могут пофинансировать какие-то программы, в том числе социальные программы, гуманитарные программы, но через какое-то время, конечно, они бы сказали, смотрите, ребята, ну извините, но нам надо своих детей кормить. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому, безусловно, мы ищем возможности для того, чтобы, пользуясь посредниками, в данном случае Турецкой Республикой, все-таки попытаться наладить хотя бы какой-то транспортный коридор для получения бюджетных денег. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. 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 Продолжение следует...